Доброе утро, дорогие друзья! В очередной раз я не дома, в очередной раз я сейчас уже путешествую по городу вместе с моей женой и с детьми. И сегодня мне хотелось бы опять же поговорить с вами из книги-притчей, только уже 15 главы, и первый стих говорит очень важные слова. Он говорит о том, что кроткий ответ, он отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Вы знаете, на самом деле достаточно сильные глубокие слова, которые говорит нам автор. Почему? Потому что очень часто конфликты возникают из-за того, что мы не умеем вести себя кротко, не умеем кротко отвечать. Очень часто я наблюдал, да и за собственностью с жизнью, когда кто-то со мной начинает себя вести вызывающе, начинает со мной ругаться, мне почему-то начинает хотеться ругаться в ответ. То есть я начинаю вместо того, чтобы как-то кротко ответить. И даже если я не прав, я начинаю что-то, что-то во мне начинает подниматься, мне начинает хотеться ответить, хочется ругаться с человеком. Но когда я подавляю это в себе и отвечаю кротко, то я смотрю, насколько быстро весь конфликт утихает. Я рассказывал как-то вам уже много времени назад одну историю, она достаточно яркая для меня история, поучительная. Я был в Киеве на автомобиле и останавливался в одной квартире, и весь двор был заставлен машинами. И многие машины, они стояли прямо на, как это сказать, на месте зеленых насаждений, прямо на земле. И я точно так же поставил машину, потому что негде было ее поставить. И когда утром я выходил к своему автомобилю, то женщина проходила мимо и начала на меня кричать. Она кричала, она меня только матом, наверное, не посылала. Настолько было как-то обидно, оскорбительно. Мне хотелось ей ответить. Я реально был готов к тому, чтобы начать оправдываться, говорить ей о том, что место негде стоять и так далее. Но что-то произошло внутри меня. Я подавил это в себе и сказала, женщина, простите, пожалуйста, ну как бы, я сейчас переставлю машину. Я найду место, я переставлю машину. Вы знаете, была интересная реакция этой женщины. Она остановилась, посмотрела на меня, посмотрела на меня с ног до головы и ответила, да ладно, стойте, пожалуйста, я что не вижу, что нигде машину поставить. И пошла дальше. На самом деле, кроткий ответ, он очень многие вещи делает. Поэтому пусть Бог благословит вас. Отвечайте кротко, ведите себя кротко. И ваша жизнь, она будет другой. Спасибо за субтитры. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...